Как будет выглядеть продвижение новой концепции бренда и какие каналы коммуникации вы будете использовать? Здесь, конечно, лучше с нашими специалистами по продвижению поговорить, но мы в кратчайшие сроки весь визуальный формат наших коммуникаций поменяем с старой стилистики на новую. Это будет включать и наш веб-сайт слэш-интернет-магазины, соц.медиа, все наши блоги, подкасты и так далее, и так далее. Инструменты продвижения останутся классическими, у нас много медийки, у нас много контекстной рекламы. Мы не хотим делать огромный бум в связи с тем, что мы меняем немножко свое лицо, мы просто хотим измениться и начать чуть больше нравиться. А почему вы решили именно сейчас провести ребрендинг? Что на это повлияло? Честно говоря, мы этот ребрендинг готовили довольно давно, и идти в жизнь это все должно было в 2022 году, но по объективным причинам тогда это было делать не своевременно. А сейчас, во-первых, время пришло, во-вторых, у нас есть новые очень крутые открытия, где вот самое время и самое место представить новый формат. И хотелось бы еще подробнее узнать про новый ассортимент, какие это бренды, страны, какая техника. Это самые разные бренды и самые разные страны, но прежде всего пока это все вокруг техники ЭМО. Со временем это может поменяться, но пока это так. Однако, однако, мы очень сильно обогащаем ассортимент новыми категориями для дома, для красоты и здоровья. Например, у нас появился Дайсон, для спорта, для музыки и так далее, и так далее. Вопрос категории и того, что все это вместе работает, и что все это современное, как правило, цифровое. Вопрос категории и так далее.